Та-ра-ра-ра-ра... Та-ра-ра-ра... О! Андрей Владимирович... Андрей Владимирович... Вы где? О! Как мы делаем? Привет! Добрый! Да, у нас сегодня психотерапевтический сеанс. Я буду представлять коллективный разум. Ого! У нас уже почти три тысячи человек нас смотрят. Ну что, как вы там рассказываете? Давайте, чтобы я не нервничала, я буду... Как раньше. Ну что, наша сейчас главная задача перестроиться для того, чтобы вернуться к нормальной жизни после всего этого накатившего на нас стресса самоизоляции. В результате которого многие собрали... Многие потеряли здоровку в работе, и многие находятся, на самом деле, в чувстве тревоги, связанной с тем, что куча накопилась энергии, и не вполне понятно, куда ее реализовывать. Ну и сохраняется общая неопределенность. Вот, собственно говоря, набор, как бы, вещей, которые сейчас большинство людей волнует. Не говорить про материальную часть вопроса, которая тоже для многих актуальна, но это... Тут, как бы, психотерапия, к сожалению, не поможет. Ну, слушайте, есть же какие-то вещи, но я, например, знаю по себе, и я вчера очень так подробно читала комментарии, как бы отмечала для себя. Основная проблема — это утеряно какие-то элементарные навыки, вот из этой невозможности ставить себе какие-то временные сроки. То есть люди просто не в состоянии концентрироваться. То есть это нарушение режима, нарушение пищевого поведения. То есть полетела вообще абсолютно конструкция. Ну, собственно говоря, мы всегда адаптируемся к новым обстоятельствам. Даже когда мы отпуска, мы проходим процесс адаптации к новым обстоятельствам в отпуск. Да, потом возвращаемся из отпуска, точно так же пытаемся адаптироваться к рабочей ситуации. Поэтому мы существа адаптирующиеся, к счастью, ко всему. И сейчас мы просто пережили этап адаптации к очень такому пассивному существованию. Нам надо было адаптироваться к минимизации раздражений, которыми, собственно говоря, мы обычно имеем дело. Сейчас их было меньше, и, соответственно, нам надо было к этому адаптироваться. Я не думаю, что это надо воспринимать как какую-то трагедию, потому что с появлением как бы новых каких-то вводных, да, ну, понятно, что мы переживем там очередной кризис, но все вернется на круги страны с точки зрения нашей коактивности. С другой стороны, получим какую-то определенность по нашей жизни, вот это пока не очень понятно. Поэтому продолжаем с одной одной частью мозга думать про то, что нам предстоит делать, с другой стороны думаем про то, какой у нас сейчас есть ресурс, чтобы начать активизировать свою жизнь уже в рамках вот такой, ну, ограниченности, которая все еще сохраняется. Одно дело, когда ты понимаешь, что от тебя в ближайшее время ничего не зависит, и другое дело, когда ты понимаешь, что от тебя сейчас уже много начинается. Потому что сейчас кто-то поведет себя очень пассивно и бездеятельно, вот, а кто-то, наоборот, соберется и начнет действовать. И это, собственно... Так, Андрей Владимирович, ну вы кокетничаете. Мы с вами говорим сейчас так, как будто бы все закончилось. Как ваши прогнозы? Вот для меня, честно говоря, не закончилось, потому что мои проекты, которые были запланированы на год, то есть у меня полетело три школы, я понимаю это. И я не понимаю, когда они откроются. И никто не понимает. Знаете, вот постмажор, в чем он прекрасен? Он прекрасен тем, что в этой ситуации оказываются все. Здесь не нужно объяснять людям, почему это произошло. Другое дело, куда мы сейчас направим свои ресурсы. Ну то есть там, условно говоря, в пластерах точно так же. У меня там нет образовательного процесса, ничего не работает, все закрыто. И понятно, что есть сотрудники, которых надо поддерживать в такой ситуации и прочее. Все, что мы можем делать, это увеличивать количество онлайн-проектов, например, чтобы хоть как-то люди занимались себя и продолжать действовать, смотря на существующие ограничения. В результате... ...кризисные проекты, потому что я вообще подозреваю, что, к сожалению, чем мы отличаемся, насколько я знаю, от своих американских друзей, тем, что они в такие периоды все оставшиеся деньги и терапевтистов, потому что это как в самолете. Помоги себе, да, а потом уже остальным. Потому что понятно, что человек разрушенный и дестабилизированный, вряд ли он сможет нормально вернуться в жизнь. А у нас как-то наоборот. То есть я, насколько поняла, даже вот по каким-то обучательным программам, там, у них очень сильно упали продажи. С чем это связано? Почему? Это что, наша психология какая-то такая? Сейчас психология такая очень экономная. Мы просто привыкли сталкиваться с этим. Люди сразу начинают просто экономить. Вот. Это такая естественная сберегательная функция, которая у нас возникает. моя жизнь. А почему я не начинаю экономить? Я же вам жаловалась. У меня начались какие-то лютые компульсивные траты. С чем это связано? Экономической составляющей. Если бы они все были... Они же у вас все как бы рационализированы с точки... Да, вот. И кажется, что вы даже таким образом экономите. Вот. Ну, экономность у нас включается. Это абсолютно понятно. И, конечно, сейчас вот там позакрывалось огромное количество и ждут открытия, там, небольших магазинов, там, ресторанов и прочее, прочее. Ну, а когда они откроются, у них тоже не будет бума. Вот. Потому что сейчас будут продолжать экономить. С одной стороны, потраченные средства, которые были как бы отложены на черный день, с другой стороны, непонятно, что будет дальше происходить. Поэтому такая экономность, она оправдана. Но я должен сказать, что и на Западе тоже, там, они сейчас не бегут куда-то. Не вполне понятно, как дальше будут развиваться ситуации. Количество безработных, которые в Соединенных Штатах терпят, ну, просто за грани добра и зла. И не вполне понятно, как экономика реагирует на... Потому что мы сейчас экономические последствия еще не имеем, да? Потому что экономика это что? Это отчетность. А отчетность происходит за прошлые периоды. И вот мы увидим отчетность по компаниям еще не через временной лаг. Вот. И трясти, и, соответственно, будут соответствующие еще экономические пике нас встречать тут. Поэтому там тоже, в общем-то, не все сразу бегут. Я согласна, наверное. Слушайте, вот не знаю, меня очень сильно пугает американский вариант развития событий, вот то, что сейчас происходит там. Потому что, ну, один мудак поджег, и начался вот этот какой-то абсолютный ужас. То есть что вы думаете? Ну, там, конечно, вся эта ситуация связана не с... Ну, она вышла в контроль из-за накопившейся агрессии, связанной просто с самоизоляцией. И когда людей изолируют, ну, у нас естественным образом у всех вырабатывается... Она должна на что-то тратиться. Когда людей запирают в четырех стенах, психическая активность начинает... Она не растрачивается естественным образом, и дальше превращается в агрессию. Мы травмируем близких, мы травмируем сами себя. Значит, что такое, например, алкоголизация? Которые в Америке продажи алкоголя выросли на 53%. То есть, словно говоря... Интересно, а насколько в России? Ну, у нас никогда не было честной статистики по алкоголю, поэтому я бы даже как бы не пытался эту историю... Вот. Я думаю, что это такая общая тенденция. А что такое алкоголь? Это способ снизить уровень нервно-психического напряжения, потому что алкоголь обладает тормозным воздействием, да? И он людей как бы затормаживает. Вот в результате большая-большая накопленность вот этого напряжения. И второе, это особенность здравоохранения. У нас, может быть, здравоохранение как бы не слишком высокое существование технологии, вот. Но при этом оно доступно. Если мы говорим про американцев, то это недоступность как раз медицинской помощи, потому что она просто вся частная и очень дорогая. Вот. И, соответственно, беднейшие слои, особенно потерявшие работу, а это в дальнейшей степени черное население, вот. Они оказались сейчас среди погибших, да? 75% черных, среди погибших от коронавируса. То есть, во-первых, они больше... Около 75%. Три четверти. Это как раз черные люди. Вот. Но там... Это самая незащищенная социальная группа, да? Андрей Владимирович, Вы у меня пропадаете периодически. У Вас что, нормально со звуком? Если говорить просто про... Они просто еще очень страдают ожирением. Соотношение ожирения у черных и белых в сторону черных. А ожирение один из факторов риска смертности при... Вот. Там совокупность факторов. Недоступность медицинской помощи. Вот такое высокая степень ожирения. Утрата доходов, которое произошло, потому что тоже сначала черные стали терять работу, потому что они больше в сфере услуг работают. Вот. И это и вызвало вот дополнительно этот взрыв. Просто спичку... Почему бы не говорить афроамериканцы? Афроамериканцы... Потому что... Афроамериканцы... Такое российское. Они там сами называются... Black and brown. То есть они... Черные. Афроамериканцы... Долго. Я согласна. Это длинное слово. Так. Понятно. Идемте теперь по каким-то прикладным вещам. Людей страшно терзает первое. Это... Поговорим про нарушения сна и про пищевые... Вот эти вот... Абсолютно. Я по себе сужу. Я никогда в жизни не ела столько углеводов. Вот у меня каждый день одно и то же. Каждое утро я стою на весы. Я кричу, потому что вес не падает. Я ничего не ем. Но вот часов 8-9. Это вот вспышка. Туман. Холодильник. Дверь открыта. Понятно, что во мне уже... Внутри меня очень много сладкого жира. Или любого жира. Что с этим делать? Во-первых, нужно понять... Там базовый механизм. С одной стороны, это... Значит, просто заедание тревоги. Значит, когда мы адаптируемся к новым обстоятельствам. Когда мы не можем реализовать свою психическую активность. Когда все в нашей жизни изменилось. Наш мозг испытывает стресс. И на этом стрессе у нас возникает, так называемая, симпатическая вегетативная реакция, которая подавляется с помощью пищи. То есть, когда мы едим, у нас активизируются рецепторы, которые находятся в полудке. И они заставляют наш организм переключиться на режим успокоения. Поэтому, поевши, мы чувствуем себя более спокойными, более добродушными. Если вы хотите получить хороший вердикт в вашу пользу у судьи, то важно, чтобы он перед этим был покушавший. Потому что, когда он после обеда выдает оправдательные приговоры, ближе к обеду на голодное желудок, он выдает приговоры обвинительные. Мы становимся более позитивными на еде. Поэтому базовый механизм – это снижение уровня тревоги. Значит, вторая техническая проблема – это наличие еды в пище. В доме еды в пище. Мы находимся постоянно в каком-то движении или во взаимодействии с другими людьми. И это нам просто физически недоступно. Нам надо выкроить на ней время. В ситуации, когда мы оказываемся один на один с холодильником, и, по большому счету, это единственный наш собеседник такой доброжелательный, всегда открытый, что называется, коммуникаций, то это вторая вещь. Просто по времени у нас больше экспозиции с кухней, с едой и так далее. Особенно, если люди заперты в пространстве, которое ограничено. Одна комната и кухня. В общем, еда постоянно мазурит глаза. И третья составляющая – это удовольствие, которое приносит. Мы сейчас потеряли большое количество таких естественных удовольствий, которые мы получаем в обществе. Мы их даже особенно не замечаем. Но кто-то нам улыбнулся, где-то там что-то на интересное увидели, что-то там случилось, кто-то пошутил, мы посмеялись и так далее. В обычной жизни мы получаем много удовольствий. Сейчас получается, что мы ограничены в возможных удовольствиях. И таким образом мы накапливаем условно потребность в чем-то, что просимулирует наши дофаминовые клетки, которые выделят нам только удовольствие. И, соответственно, это сейчас просто испытание, которое надо проходить достойно. Надо убрать. Не в этом блоге мне об этом говорить. Но в холодильнике должно находиться большое количество яблок, огурцов, помидоров. Теперь, к слову Господу, отправляю почтовым вагонам Алексея всей с тем, что книжку уже закончили. Я вообще поняла, что надо было, конечно, на изоляцию брать мускулистого красавца в кубиках, потому что наличие человека, который с таким удовольствием въезд и готовит, это... То есть из моих 12 и 10 килограмм, это, конечно, я всю вину перекладываю на него. Ну, я должен сказать, что сейчас и мускулистые красавцы в кубиках тоже находятся в удручающем положении, потому что, ну, физическую форму люди поддерживают за счет регулярных каких-то треховных вхождений в зал, и там в значительной степени еще имеет как бы социальная такая... Аккуриция. Сколько все закрыто сейчас, то понятно, что и кубики заплыли тоже. В общем, здесь, хочешь не хочешь, все находятся в одном тренде набора массы тела, и если вы хотите справляться, то это единственный способ, это еда хранится у вас в доме. Ну да, судя по тому, что мой итальянский байфренд стал у меня в последнее время только портреты, и я бы дозреваю, что он тоже килограмм 15. Сейчас продают, это нормально, и тоже я бы не стал из-за этого. Это же главная проблема с набором веса. Когда люди начинают тревожиться по поводу набора веса своего, они набирают гол. Потому что у них нужно как бы... Во-первых, они начинают себя контролировать, и это увеличивает риск срыва. Я срываюсь, и это ужасно. То есть у меня откат 3, потом прибавление 5, потом я убираю 5 и прибавила 7. Это вообще какой-то ад. То есть это все превращается в качели, при том, что я держала... Ну вы же помните, там 4 года подряд вес 52 килограмма, и то, что сейчас происходит, для меня это абсолютная ад, и у меня дикая паника. Ну вот самое главное сейчас избавляться от паники, потому что паника это худший советник, по снижению массы тела, да. Тут надо медитировать и... Ну а как вы будете от этой паники? Я бы с огромным удовольствием... Вот я вспоминаю, я раньше запускала флешмобы, они очень хорошо меня стимулировали. Но у меня, к сожалению, я не могу, у меня когда появляется большое количество людей, вот это чувство какой-то гиперответственности, оно начинает на меня давить, и я прячусь. Вот там у меня было даже несколько аккаунтов, которые там набирали по 100 тысяч, и я оттуда просто убегала в ужасе. Что делать с такими вещами? Если я хочу запустить эффективный флешмоб, который бы в первую очередь, конечно, с корыстной целью меня стимулировал к тому. Вы же знаете, я человек гиперответственный, когда это касается чего-то, того, что я там внутри себя маркирую, например, как работал. Что мне делать? Хорошо. Запуск таков направит просто эту тревогу в конструктивное русло. На самом деле это же феномен так называемого социального давления. То есть нам очень что-то сделать, если мы это делаем просто для себя. Мы с собой всегда можем договориться. Кого человек так не обманывает, с такой же регулярностью и с такой же находчивостью, как самого себя. Люди себя легко обманывают. Сложнее обмануть окружающих, потому что они контролируют это просто фактом своего присутствия вокруг. И наличие любой такой социальной поддержки, это важно. Даже если социальная поддержка негативная, она тоже срабатывает. Поэтому это хороший способ, когда вы делаете, рекомендую это. И спортом, если вы собираетесь заниматься, начинаете заниматься кем-то в группе. Бегаете кем-то. То есть вы не хотите вставать с утра, надевать кеды. Но вы знаете, что вас ждет человек, который тоже на параллельной улице. Сейчас вы должны с ним бороться и пересечься. И такое социальное давление, это очень просто мощные, хорошие инструменты, когда местно собираются что-то делать, и представляют свои результаты. Это позволяет просто в конструктивное русло перевести это напряжение. А так самое главное сейчас понять, что ничего не случилось чрезвычайного. Это нормально. Если люди в ситуации стресса, изоляции, изменения характера вот этой жизни убирают дополнительные килограммы. Нормально. То есть ничего драматического. Мы немножко все отяжеляемся. У меня это вызывает, например, какое-то давление. Вот мне там регулярно пишет Женя Чичваркин, которому я давала летом своего тренера по боксу. И вот он спрашивает, ты боксом занялась? Ты боксом занялась? Ты боксом занялась? И у меня это просто вынует. Я даже если бы и хотела, но нет декоража. А? Что делать? Ну, действительно, дисциплина это самое сложное, что, ну и самое важное, что касается жизни самоизоляции в особенности, да. С самого начала, когда все это началось, я все время говорю, добейтесь режима. У нас должен быть режим работы, отдыха. Как вернуться обратно в режим? Что? Как вернуться обратно в режим? Как себя стимулировать? Ну, все очень сложно сделать, если вы это делаете просто для того, чтобы вернуться в режим. Ну, вот нет такой мотивации у организма. Он очень хитрый у нас. Вот основа обманывания. Вот. Ну, мой режим чем, например, обусловлен? Огромным количеством всякой разной ответственности. Потому что у меня куча сотрудников работает. здесь, в лаборатории, там, и так далее. И я должен находиться на, как бы, в готовности исследования, там, что-то сделать руками, вот, и так далее, в рамках исследований. Вот. И поэтому, ну, должны быть объективные какие-то факторы. Поэтому людям просто нужно кооперировать. Я вообще считаю, что наша ключевая сейчас проблема в том, что мы разучились кооперироваться, потому что можно же все сделать без других людей. Сейчас так все удобно устроено, что, в целом, ну, любой вопрос может быть решен без участия других людей. Вот. Но проблема состоит в том, что если их нет, мы не хотим решать. Удобно. Ну, еще, знаете, есть вот в этих во всех признаниях собственной, ну, вот, собственного бессилия перед тем, что на нас нахнула, есть некая интимность. Вот я даже по комментариям, то есть люди очень плохо признаются, то есть основной месседж на, например, на пост, когда я пишу честно, что я разжирела, я ленивая свинья, я вот стала смотреть сериалы, которые я никогда не смотрела, я тупо трачу время. И все, и очень много комментариев, что, Ник, спасибо огромное за то, что вы честно говорите, потому что надоело смотреть на вот этих вот адских мотиваторов, этих женщин с ореховыми задницами, которые по 8 часов в день занимаются спортом, и это выглядит абсолютно оскорбительно в данном контексте, потому что я, например, сегодня 10 минут разглядывала свою задницу просто в состоянии какого-то первобытного ужаса, потому что я такого вообще не знаю. днем. Мне кажется, я даже беременная такая не была. И там выносить это публично, я не знаю, может мне сделать какой-нибудь специальный закрытый аккаунт? Мы вышли в новую, как бы, такую фазу, когда важно, мне кажется, быть правыми со своей аудиторией, потому что люди все испытывают одни и те, и все сталкиваются с одними и теми же проблемами. У нас в этом смысле жизнь у всех плюс-минус одинаковая. Мы же люди, и у нас соответствуются потребности, интересы и сложности, кризис адаптации, все случаются. И я не думаю, что есть что-то неправильное в том, что с одной аудиторией говорить так, с другой говорить иначе. Ну, не нравится кому-то что-то, как мы говорим. Ну, до свидания. К счастью, есть инструмент безжалостного устранения людей, которые как-то хотят тебя осудить в рамках Инстаграма, но не нравится тебе, и читай, что тебе. Ну, слушайте, я еще понимаю в этом смысле своих подписчиков, потому что сейчас, конечно, очень сильно вырос уровень агрессии. Причем, ну, понимаете, мы как-то с вами обсуждали, что комментарии считаются очень просто, это какие-то женские проекции. Но сейчас я могу сказать, что бабы просто дали любу, потому что это неверно, я их мгновенно блокирую, но я получаю иногда совершенно чудовищные комментарии. То есть идет вот такой прямо шейминг. Причем шейминг такой вот, понятно, проекционный, потому что он идет по поводу веса, по поводу нежности, по поводу там какого-то матримониального статуса. Потому что понятно, что женщины считают, что если она замужем, она полноценна, если нет, то... Ну, какой-то вот абсолютный абсурд происходит. Что с этим делать? Как на это реагировать? О, Алексей, поздоровайся. Здорово. Алексей уже не влетает просто лицом никуда. Красная таблетка. Красная таблетка. Вот мне принесли. Нужно понять, что сейчас все находятся, поскольку в стрессе уровень общей агрессии очень высокий. И люди стали более агрессивные и более нетерпимы друг другу. Тут, в общем, ничего не остается, как пожалеть, но и, в общем, поощрять. Если люди так себя ведут, и их внутренний стресс заставляет себя поступать некрасиво, ну, как бы, значит, не будем с ними взаимодействовать. Но в целом это правда. Ну, то есть у нас вообще две тенденции. Вот одна – это накопление этого раздражения, а вторая – вот такая вера конспирологическая, которая выяснила, да, Высшая школа экономики опубликовала свое исследование, оно совпало там с нашими результатами. Порядка 25% населения находится в уверенности, что это заговор, значит, это какой-то 5G. То есть 25% – это Виктория Боня. Ну, там просто… Не будем упоминать ими этой святой женщины. Это очень хороший сектор. Там даже куда более маститые персонажи, как бы, так сказать, задают соответствующие вопросы к миру, к городу и миру. Но конспирологические вещи, они обостряются всегда на уровне тревоги и в состоянии неопределенности. Ну, и при недостатке информации. То есть если люди недостаточно информированы… Нет, это избытки, а? Когда мозг не в состоянии переработать. Вот мне так кажется. Ну, не в состоянии… Для того, чтобы переработать какую-то информацию, нужно иметь базу. Ну, то есть если у тебя нет базы вообще, ты не понимаешь, чем вирус отличается от чипа, ну, как бы, понятно, что у тебя сразу все вирусы будут связаны с чипированием. Вот. Но если ты представляешь минимально, что такое чип и минимально, что такое, там, антитела, то ты понимаешь, что, ну, как бы, это ничего более бредового, абсурдного, нелепого невозможно изобразить. Вот. Но если у тебя нету такого образования, то есть ты… А это на самом деле сейчас элементарная грамотность, да? Вот. Если кто-то изобретет чип, который можно было ввести через шприц, значит, он решит сейчас несколько фундаментальных физических законов природы нарушится. Мы не можем этого… И это, как бы, это очевидно тем, у кого есть соответствующий просто, ну, какой-то культурный бэкграунд. Проблема состоит в том, что такой вот естественно-научный культурный бэкграунд, он невероятно снижается. И сейчас, когда меня спрашивают, чему учить детей, вот, я говорю, что вы должны их научить естественно-научному представлению о мире. То есть вы должны научить, что такое материя, что такое физика, что такое химия, что такое биология. Да? Вот то, что нужно любому человеку понять, вот, ну, хотя бы вот в таких каких-то вот предельно конкретных каких-то вещах, для того, чтобы не попадаться на такие ловушки. А получилось, что большое количество людей просто не понимают, про что идет речь. То есть они не понимают механики. Они понимают, что такое вакцина, например, как она работает, да? Что такое мутация вируса там и прочее. То есть, что такое летальность, например, они не могут понять. Контагиозность и прочее. Ну, какие-то вещи, которые необходимо, ну, просто знать, потому что ты живешь в мире, в котором, ну, все это имеет место быть, и это влияет на твою жизнь, да? Это не какая-то... А при этом еще эффект Даннинга Крюгера, наш любимый, когда вот эта общая необраздованная масса просто давит своей уверенностью. Да. Еще же падение авторитетов. Вирусологов же можно послушать, у них никто не знает, да? Можно подозревать Всемирную Организацию Здравоохранения, что ее скупил Билл Гейтс, ну, как бы, чтобы свою вакцину распространить по всему миру. Звучит, конечно, дико художество, но просто надо немножко представлять, что такое Всемирная Организация Здравоохранения. Во Всемирной Организации Здравоохранения 5,5 человек находятся на зарплате, понимаете? Ну, по сравнению со всем количеством объемов экспертов и специалистов. Вот, ну, как бы, там все врачи мира в том или иной степени. Ну, как бы, если кто-то мог скупить всех врачей мира, то ему в целом не нужно было их скупить, как бы, он богат. И будет жить вечно. Понятно. Вот. Да, и да, инкриги. То, что вы тоже вот говорите, при большой нагрузке, конечно, сложнее идентифицировать какую-то значимую информацию от незначимых. Мы теряем авторитет. Ну, то есть, раньше человек мог сказать, и мы просто ему верили, потому что мы знали его заслуги. А сейчас все люди появляются на экране как в то время этот вот, как Уорхол говорил, там, 15 минут славы. Вот мы сейчас вошли в период, когда нет ни звезд, ни суперзвезд, а есть бесконечные вот эти вот 15 минут славы, которые появляются. Ну, да. Всегда можно выбрать. И письмо, и выгодно. Это удобно. Так, вы у меня пропали. Так, вы у меня пропали. Вы у меня. Ой. Ага, сейчас есть. Угу. Чудесно. Так, давайте тогда еще поговорим по прикладными вещам. Вот я, например, последний месяц каждое утро просыпалась с мыслью, блядь, как хорошо, что я успела развестись до всего этого бреда, потому что мне кажется, что Борис Григорьевич был бы сейчас уже удобрением для моих чудесных розовых кустов. Что делать людям, которые оказались в состоянии вот этого внутреннего накопленного напряжения вместе? Как им восстанавливать и как им выходить из этого? Ну, первый совет. Вы должны договориться, что если продолжаете долгое время проводить вместе, кругом через одно время на абсолютное самостоятельное одиночество и тому и другому. Значит, что это такое? Этого можно добиться даже в рамках одной квартиры. Я говорю, всегда есть ванная, в которую можно запереться и знать, что на протяжении ближайшего часа-полутора тебя никто не потревожит, потому что ты об этом договорился. Значит, вот, соответственно, это очень важная составляющая, давать друг другу, в принципе, возможность знать, что тебя никто в этот момент не дернет. Потому что мы живем во времени этой постоянной подключенности. и когда ты вместе находишься с человеком, он в любой момент ему что-то приспичило у тебя спросить, узнать, сказать там и так далее, он встает и появляется у тебя перед очами, это такой дополнительный постоянно стрессовый фактор. Поэтому первое – это возможность давать друг другу побыть наедине, даже вот если вы находитесь в рамках отдельной джоплости. Это сейчас разрешили гулять, тоже важная составляющая для того, чтобы выходить. Третье – это находить способ переориентировать вот эту возникающую агрессию или на какие-то конструктивные дела, или на третьих лиц. Значит, наличие общих каких-то таких врагов, оно очень объединяет людей и близких. То есть, если вы чувствуете, что у вас большое напряжение, это, конечно, не лучший способ времяпрепровождения, но лучше перемойте кому-нибудь кости, отсутствующему в пространстве и как бы вы присните на него, это называется механизм переориентации агрессии, когда вы вместе находитесь в целом напряжены, но можете поругаться, условно говоря, на, я не знаю, кого-нибудь из дальних родственников, на кого-нибудь политиков, на кого угодно. В общем, придумайте кого-нибудь, на кого вы можете совместно поругаться. Вот такая переориентация агрессии на каких-то третьих лиц, тоже продуманная, то есть проговоренная, когда вы вместе с партнером об этом договариваетесь, это тоже просто способ сбросить агрессию. Физические упражнения. Чувствуете перенапряжение, значит, идем колоть дрова, как там было, или кто-то чувствовал перенапряжение и ходил рубить дрова. Значит, и ходим рубить дрова. Ну, то есть какая-то физическая нагрузка. Самая замечательная, конечно, скакалка, на которой вы можете просто на месте выскакать сколько вам нужно этой психической энергии и почувствовать себя более расслабленным. Ну, и важная, конечно, вещь, это что такое вообще эмоциональная поддержка. Это когда вы сообщаете другому человеку, что вы понимаете его чувства. Обычно, когда люди существуют в парах, они, понимая даже чувства друг друга, не говорят о том, что они понимают твои чувства. Вот когда тебе говорят, а сейчас ты чувствуешь раздражение от усталости и просто от этой монотонности и так далее, и я очень тебя понимаю. Вот. Тебе сейчас страшно и тревожно, потому что, значит, я не знаю, непонятно, что мы дальше будем делать. Вот. В этот момент мы испытываем ощущение эмоциональной поддержки, которая снимает, как бы, границы, вот эти вот латы, которыми люди себя обычно защищают вместо личностной коммуникации. Вот. Поэтому, ну, тоже такой важный фактор. Говорите друг с другом. Там Лобковский говорит, говорите всем про свои только чувства. Вот. У Курпатова прямо противоположное мнение. Значит, говорите, что близких вам людей с ними будут чувствовать себя принятыми, одобренными, поддержанными и будут проявлять к вам позитивные чувства. Вот. Чего у вас крайне не хватает. Ну, смотрите, вот у меня еще есть... Да, я поняла, хорошо. У меня сейчас появилась некая рабочая проблема. То есть я просто стала бояться рабочей почты, рабочих мессенджеров. То есть я сейчас заставляю раз в три дня вот эти накопленные свои какие-то в адском количестве сообщения в WhatsApp, там по 500 штук, вот я сажусь и прямо как... Ну, у меня такой подход, как у штангиста. И заставляю себя отвечать. Что с этим делать? Как мне входить вот опять вот в режим этой... Ну, главная проблема в том, что, ну, для нормальной работы мы должны получить какой-то осязаемый отклик от реальности. Значит, ну, ты делаешь, и это во что-то превращается, и ты видишь, как это происходит. Проблема состоит в том, что сейчас, что бы ты ни делал, оно все равно уходит как будто бы в какую-то вату. Ну, то есть вот ты вроде бы куда-то уехал, и там есть, нет отклик там и так далее. Значит, очень большое было проведено недавнее исследование об удовлетворенности сотрудниками своей работы и об увлеченности в работу. И выяснилось, что самый важный фактор, который мы... мотивирует нас работать, да, и вообще вот всем... Это не деньги, это не интерес к самой работе, а это то, что мы знаем, что наша работа получает положительный отклик у людей, для которых мы это делаем. То есть, условно говоря, швея, которая что-то шьет и ее хвалит, и радостно носит эту одежду ее, как бы, клиентка, да, вот, это для нее значительно более важная вещь, да, чем даже если вы сидите в модном доме и не знаете, что конкретным людям нравится носить эту одежду, да. Вот, поэтому здесь очень важно добиваться ощущения обратной связи от того, что вы делаете. То есть, чтобы и обращать на это внимание, и создавать для этого, как бы, обстоятельства, да. То есть, когда, там, я не знаю, вы что-то делаете, там, я не знаю, делаете интересный рецепт, и люди вам пишут спасибо большое и дальше сами делают, и... Ну, я только ради этого и делаю. То есть, для меня это, наверное, главное удовольствие и главное такое вдохновение. Я благодаря другу за то, что мы друг для друга делаем. Это и то, что сейчас, поскольку все очень стремительно, люди не успевают, как бы, обратную связь за форму приличия тоже. Понимаете, раньше, вот, все время было это вот ощущение, что здесь все что-то сделали из-за дефицита. И всегда был очень благодарен. Когда все находится в избытке, ну, что ты будешь благодарить? Ну, вот, ты говоришь, я вообще... Радуйтесь, что я... Сейчас китайцы запустили аналог ТикТока в Америке. Ну, он у них есть региональный, они его сейчас вывели в новое приложение. Вот. И в этом новом приложении людям платят за то, что они в нем сидят. То есть, тот же самый функционал, но ты набираешь, как бы, деньги за то, что ты там сидишь, да? Ну, вот. Но есть, пользователь развращен уже настолько, да, что он, как бы, считает, что вообще, в принципе, за то, что он здесь с тобой, значит, ты уже должен быть ему благодарен. Вот. И вот эта конструкция, что клиент всегда прав, она сейчас перевернулась в конструкцию, при которой люди перестали хотеть работы для клиента. Внутренней мотивации, потому что они не чувствуют ответной благодарности. А каждый, когда вы что-то сделали, да, это ваша работа, да, вы за это получили деньги, но, как бы, это же не значит, что вы это делали без души, да? Почему вам за это, вас за это не поблагодарить? А у нас это все становится все менее и менее, как бы... Вот даже вот в Европе, да, если вы в какое-то место приходите, там, там, я не знаю, в ресторан, там, я не знаю, даже в магазин какой-нибудь небольшой там и так далее, но, как правило, вы чувствуете, что вам рады. Угу. А у нас на кассах ты стоишь, ну, как, вот что это, там тебе только по мордасам не выдадут еще дополнительно. Вот. И это такая взаимная агрессия, которая накапливает. Вы не благодарите кассира. Кассир сидит злой, как собака, потому что не вовлечен, собственно, работать. Вот. И это просто такая спираль социального неприятия. Вот. Которая только усиливает вот эту атомизацию общую, которую мы переживаем. Хорошо, я поняла. Так, мы с вами обсудили вот этот постепенный выход в рабочий режим. Какие способы снижения тревоги вы порекомендуете? Ну, что делать людям? А, кстати, очень много вопросов было про то, что люди начинают циклиться. То есть, вот это тоже, наверное, побочка такая тревогная. То есть, когда невозможно выжить из головы какую-то мысль, и она загоняет в состояние какой-то такой безумной паники. Ну, кстати, все хотят как бы простых ресепсов посоветить, потому что не управляется. Ну, то есть, кто-то может, пережив какой-нибудь стресс силой воли, заставить себя о нем не думать, вот, то это не человек, это робот. Вот. Все люди находят, ну, как бы, у нас мозги так устроены, что мы регулярно испытываем стресс, и мы регулярно испытываем эти психические нагрузки. И нету простых рецептов. Мы вот сейчас только, мы запустили демо-поток нового онлайн-курса по психотерапии, шаг за шагом называемый. За два часа, ну, там было всего лишь 150 мест, и эти за два часа все эти 150 мест улетели, значит, мгновенно. Почему? Потому что, ну, люди уже, те, кто про это думают, они понимают, что им нужно. А почему вы не делаете больше? Потому что у нас больше на курсе онлайн, который посвящен психологии, мозгу и тому, как, собственно говоря, строить отношения с другими людьми. Этот курс уже на производственных мощностях, ну, то есть он уже много раз прошел, есть кураторы, работа на психологии, там много упражнений, домашних заданий, дополнительных материалов. Это все, как бы, работает уже активно. А психотерапию мы снимали вот во время этой прекрасной самоизоляции, вот, и делали этот курс только сейчас. Поэтому первый демо-поток, следующий, по-моему, будет там в 20-х числах июня. Смотрите, я, например, хочу себя неким образом апгрейтить, чтобы хотя бы понимать, какие процессы сейчас тревожные внутри меня происходят. Вот что я должна сделать? Вот я захожу к вам в аккаунт, куда я должна подписаться? Ну, у меня в аккаунте я постоянно каждый день, как на работе, рассказываю про разные психические механизмы и про то, как мозг работает. Вы будете поражены? Я внимательно слушаю. Я этим все время занимаюсь. И там у нас есть ссылка в профиле, где мы даем ссылку или на курсы, которые сейчас проходят, или на какую-то дополнительную литературу и так далее. Поэтому он такой действующий инструмент. Всегда можно в профиле найти актуальные вещи, которые сейчас доступны. Но это не вот эти чудовищные марафоны. Ну, я, честно говоря, вообще большой противник всякой онлайн-действия. И я, честно говоря, когда мы делали курс КТ-онлайн первый, я внутренне очень сопротивлялся. Потому что мне казалось, что я и кластер делал для того, чтобы именно оффлайн проводить обучение и так далее. Поэтому у нас и лекционные залы, и классы, в общем, все к этому приспособлено. Вот. Но просто мы не можем... Есть большая страна, и есть за пределами страны, где люди в этом нуждаются, в этой информации. Вот. И я был противником. Вот. И мы, на самом деле, количество усилий, которые потратили для того, чтобы это был качественный, эффективный продукт, вот, оно огромное. Ну, то есть там очень большая команда людей работала. У нас, я не знаю, в курсе психотерапии у нас, кроме там теоретических, кроме упражнений там и так далее, в каждой программе есть герой, с которым я эту проблему обсуждаю, с которым я, как в докторе Курпатве в старые добрые времена, конкретных примеров и так далее. То есть это, на самом деле, очень такая большая была работа для того, чтобы сделать качественный продукт. Вот. Вот, к сожалению, большинство онлайн-продуктов, с которыми мы сейчас сталкиваемся с марафонами, они сделаны просто, ну, вот, на такой потребительский спрос, который вот вдруг возник, и сразу наклепали кучу какой-то ерунды. Я так никогда не делаю. Я книжки написал. Я сегодня подумал, у меня сегодня мысль. Знаете, 15 лет было 31 мая, как вышла первая программа с доктором Курпатцем. Ого! Я вас поздравляю. Эта книга сейчас и по собственному желанию. Сейчас я ее старше всего лишь в два раза. Ого! В два раза моложе. Канады продаются и продаются замечательно. Ну, потому что я считаю, что, ну, просто даже онлайн-продукт, вот, он требует тем более очень мощной такой, ну, как бы, проработки методологической, чтобы все это было действительно работающим инструментом. Ну, это другой уровень ответственности, конечно. Ну, я вот думаю, что это все, вот это вот, которые выступают, горят три минуты, значит, ярко, значит, на хайпе что-то делают, но это просто какое-то, ну, это просто уже неприлично так делать. Ну, вопрос, когда ты работаешь над продуктом, который ты понимаешь, что он будет существовать после этого долго и будет иметь Так, давайте, может быть, на вопросы тогда поотвечаем. Я сейчас постараюсь включить комментарии. Так, что нам пишут? Так, все окей, со связью. Так, ну что, задавайте вопросы, потому что я могла что-то упустить. У нас времени, на самом деле, не так много. У нас же час, да, с вами, Андрей Вадимович? Так, с нами здороваются. Да. Посылают. Мы начали общаться эмодзи. Я уже вижу все эмодзи, какие бывают. Да, hello. Yes. Так, про образование. О, было очень много вопросов. Я поняла, что дичайшие проблемы, конечно, с детьми. Мне проще, потому что у меня вот выписан английский театр, он сидит с вами, потому что понятно, что я не потяну эту английскую школу. Как отказаться от алкоголя? Отказаться от алкоголя. Это даже я могу сказать. Я 10 лет назад отказалась от алкоголя и дико счастлива. Здесь нету, да. Очень радикально надо. Если говорить про образование, мы действительно сейчас столкнулись с большой проблемой, связанной с тем, что в целом большинство родителей разучилось коммуницировать с собственными детьми. Ваня, поздоровайся. Привет. Ну вот, мы как раз в ту детскую тему. Большинство родителей, к сожалению, разучилось. Ну, во-первых, у нас у всех очень мало времени. Во-вторых, у детей есть способность теперь развлекаться самостоятельно за счет гаджетов и всяких разных игр, приложений и прочее. Вот. И когда выяснилось, что с детьми надо что-то делать, чтобы они тебя слушали и как-то вникали в то, что... ...в этих прежних ресурсов воспитательных, которые позволяют им взаимодействовать. На самом деле, я даже в каком-то смысле благодарен этому, как бы, вот такому непростому эксперименту, да, для родителей, чтобы понять, что у нас реально с детьми сложность. Вот просто я все время говорю, у нас растут, там, цифровые псевдодебилы. Значит, у нас растут дети, не имеющие авторитет. У нас растут дети, не имеющие действительно тяги к образованию. У нас растут дети, которые, там, родители не способны, там, идентифицировать в качестве авторитетных фигур и прочее. Ну, то есть я про это все время говорю, но как-то, когда их детей можно отдать в детский сад и в школу, потом они приходят и... А на выходные их можно отвезти в этот, в торговый центр, где они будут бегать, значит, сидеть в шарах или, там, смотреть, наверное, на большой экран. Вот, люди не осознают степень проблемы, которая у нас связана с тем, что детей необходимо сейчас, конечно, брать, условно говоря, в руки, вот, самим браться в руки и научиться находить с ними общий язык. Меня очень любят спрашивать про, что делать с ребенком, когда ему, там, 13 лет, 14 лет, 15 лет. Он сидит в компьютерных играх, послал на три буквы, там, ни то, ни то, ни то, ни то. И вот, что с ним сделать? Уже ничего не сделать. Все, что вы можете сделать, можете сделать до пубертата. Сейчас просто... И надо это осознать. Вот сейчас, получив ребенка, так сказать, в полное видение на месяц-два, вот, столкнувшись с сложностями, которые возникают, надо осознать, что вот это существо требует вложения времени и сил. Вот. И если это, ну, как-то сейчас все как-то осознают, то мы еще, может, там, поколение целое не потеряем. Ну, конечно, не осознают. Слушайте, понятно, что все поступают так, как прочее. Ну, для многих все равно это, мне кажется, такой опыт... Ну, согласна. То есть это такое... Которые вдруг выяснили, что у них есть дети, вот, и что эти дети имеют к нему какое-то отношение, там, знаете, ну, как бы... Я очень так, такие эксперименты, если они способны дать людям осознать, что... Ну, то есть рядом с ними есть живой человек, который нуждается в чем-то большем, чем просто в формальных каких-то таких реакциях и взаимодействиях. Так, что делать? Давайте последний тогда вопрос. У нас осталось 7 минут. Я абсолютно не хочу вылезать наружу. Вот вообще. То есть у меня даже сама мысль о том, что мне надо куда-то нарядиться, при том, что у меня какие-то ворохи нового невероятного трепья, но она вызывает у меня просто, наверное, что-то похожее на предчувствие панической атаки. Ну, это, я вот все время говорю, надо осознавать, что с вами происходит. Значит, с вами происходит, что вы адаптировались к изоляции. То есть вам кажется, что вы выходите в привычный мир, но на самом деле вы выходите сейчас в непривычный мир. Вот. Все непривычное, пугает. Ваш мозг не понял, что ему сложно объяснить про карантин, про то, про все, про пятое, про десятое. Он адаптировался находиться в четырех стенах. Значит, выход за пределы четырех стен вызывает у него чувство паники и тревоги. Нужно понять, что это нормально. После того, как вы понимаете, что это нормально, вы можете использовать эту тревогу по своему усмотрению. То, что тревога, что такое вообще тревога? Это энергия, которая выделяется мозгом в момент, когда ему нужно адаптироваться к новым обстоятельствам. То есть только в тот момент, когда вы понимаете, что вы получили дополнительный всплеск вот этого напряжения, вы можете придумать для него занятия, связанные там, я не знаю, вы никуда не пойдете, но зато побегаете вокруг, значит, по ближайшим улицам. Ну, то есть можно поделать же какую-то активность, когда вы будете коммуницировать с этой реальностью, но не сразу в том формате, в котором нарядиться и выйти в общество людей, с которыми ты столкнешься, и непонятно, кроме коронавируса, потому что повестка слегка изменилась. Но можно поделать еще кучу каких-то других вещей, которые позволят вот эту просто психическую энергию потратить. Надо просто принять нормальность. Нормально, когда там, если вы, вот я помню, мы ходили там на корабле, знаете, нас посадили в корабль, и, знаете, поволокли по Балтийскому морю. Видели, это семь уборок в день. Встаешь с утра, и до вечера, значит, рында гремит, драйвишь там какие-то иллюминаторы или еще что-то. Ну, как бы, за полтора месяца, ну, просто ты выходишь с этого корабля, ты вообще не понимаешь, где ты, что ты, куда ты там и так далее. Хорошо, что тебя отпустили с военной практики и обратно, значит, в нормальную жизнь. Хорошо. Испытываешь ты тревогу? Испытываешь. Нормально? Нормально. Задача теперь найти способы просто потратить эту энергию для того, чтобы вернуться в жизнь. Вот такой позитивный настрой, я не хочу никуда ходить, меня все раздражает. На таком настрое ничего не будет получаться. Ну, вот. Но этот же настрой можно использовать. Вау, наконец-то, сейчас будем, так сказать, что-нибудь добежим и так далее. Ну, в общем, перевести это в конструктивное такое... Ну, это просто энергия. Она тратится в зависимости от того, какой вы нашли для нее канал, так сказать, по которому она потечет. Конечно, удивительно. Мне очень нравится, как в конце эфира прибегают какие-то болваны. И начинается. Пойду и я покурю. Андрей Владимирович, объясните, пожалуйста, людям, почему я нервничаю перед камерой? Как добрый доктор. Им очень нравится, что я дергая, но они считают, что я такая в жизни. Ну, я, во-первых, считаю, что, значит, комментарии и прочее пишут меньше 2% подписчиков людей, которые смотрят. Значит, там, полтора, условно говоря, процента, по которым никакие статистические данные невозможно произвести. Вот. Они статистически незначимы. Вот. Второе, значит, это вопрос самоутверждения. Если пишут что-то такое, чтобы, значит, потроллить, ну, как бы, если тебя волнует, интересует контент, который ты получаешь, ну, ты занимаешься контентом, если ты оцениваешь форму, то ты занимаешься каким-то, собственно, проецированием своих каких-то деструктивных этих вещей на это. И третье, ну, как бы, надо быть полным идиотом, чтобы не понимать, насколько вы ответственный человек с точки зрения, вы же сознательно работаете для людей. У вас такая работа. Их радовать, их развлекать, им давать интересные советы, ну, как бы, поддерживать общение с ними и так далее. Это ваша работа. Ну, то есть, вы для себя избрали такой путь. И вы в этом смысле очень ответственный человек, что у вас может что-то не получиться. Ну, то есть, я прекрасно помню, что у вас там что-то происходит, вы сразу переживаете там по своим рецептам и так далее. Чтобы все было хорошо, чтобы у людей все получалось там и так далее. Вы же, ну, нацелены на результат, чтобы всем было хорошо. Ну, как бы, все тревожатся в такой момент. Это не тревожатся, но, как бы, ну, это ничего не патологично, это нормальное, что... Алла Борисовна не тревожится, когда на сцену выходит? Галкин не тревожит? Или кто? Владимир Владимирович, может, не тревожится, когда выступает? Ну, да, согласна. Ну, чего, давайте тогда будем заканчивать. Андрей Владимирович, давайте будем регулярно такие вещи делать. Пожалуйста, потому что вот часа мало. Потому что я столько хотела еще спросить, это ужасно. Будем выкраивать время в нашем плотном графике. Ну, мы не такой плотный, конечно, как у вас. Найдите, пожалуйста, для нас какой-то... Вот видите, как мы с Александром Селезневым всех раскармливаем по четвергам. Давайте будем как-то с вами. Хорошо? Договорились. Все, я вас обожаю, вы самые чудесные. Спасибо вам огромное. Давайте делать так чаще, хорошо? Договорились. Обнимаю вас. Счастливо. Всем спасибо. Спасибо большое. Я пытаюсь сохранить. Так, а как мне теперь тебя сохранять? Продолжение следует...